Также, при необходимости, можно рассмотреть вопрос модификации компонентов с целью включения здесь работы кэша или оптимизации его работы. А также, на следующих шагах имеет смысл отключить кэширование на сайте и опять прогнать монитору производительности, дабы оценить, какие части сайта грузятся в данном случае сильнее всего. Запросы и время генерации страницы даже без кэша должны быть оптимизированы. Четвертое. Нужно найти и убрать лишние запросы. Лишний запрос – это запрос в цикле. Запросы, которые набирают данные, возможно, в цикле. В данном случае лучше собрать данные в фильтр, а потом одним запросом получить данные, но не организуя сами запросы в цикле. Потом полученные данные мы можем с помощью дополнительного цикла, но уже без запросов в базе данных, разложить необходимые массивы, необходимую структуру данных. В этом случае запросы не зависят линейно от количества элементов. И также запросы, получающие неиспользуемые нами данные. Итак, у нас есть задача – получить анонсное описание связанных элементов и заменить анонсное описание из новости на детальное описание связанного элемента. Вот у нас здесь встроен, размещенный компонент NewsList. Вот, собственно, данный компонент. И наш шаблон. Для данной цели, которую я озвучил, мы используем файл ResiteModifier. Делаем сначала неоптимальным вариантом, который не надо пользоваться. Что мы делаем? Мы в цикле на каждый элемент получаем с помощью функции getById, класса CI-блок элемент, элемент связанный. И необходимые параметры заносим в переменные. Давайте такой вариант сохраняем. Реализуем другой вариант, правильный вариант. Комментируем наш неправильный. Посмотрим, как у нас все должно в норме работать. Сначала мы делаем цикл по всем элементам. Выбираем поле связи. Соответственно, заносим. Вот в данном случае вы видите, что мы также получаем ID связанного инфоблока. Далее мы собираем ID-шники связанных элементов. Если у нас данные фильтры имеются, это очень важно, потому что если у нас ни один элемент не имеет связи, то есть ID-шников нету, фильтр будет пустой, и, соответственно, у нас будут выбраны все элементы, что в корне неверно. Итак, если у нас фильтры есть, то мы делаем getList, куда фильтр передаем в массив этих ID-шников. И нам возвращаются, соответственно, эти ID-шники. Заносим их в массив. И третьим циклом уже необходимые данные мы по нашему массиву с элементами распределяем, заменяем. Внешне данный код выглядит более объемным. У нас здесь, по сути, делается три цикла. Мы посмотрим, что же у нас с производительностью в нашем случае. Обновили, как видим. Хотя у нас добавился один запрос, общее время запроса уменьшилось. И теперь составляет 255,00. И общее время генерации составляет 120,234,00. В то время, как ранее у нас происходил замер и запрос составил 127 штук, но время генерации составляло 0,333,00. При времени генерации всего компонента 1386,00 секунды. Показатели отличия не очень большие, но при существенной нагрузке больших объемов данных вы очень существенно и очень сильно заметите эту разницу.